В рейде принимали участие руководители всех курирующих управлений города, главы районов, представители РЖД, федеральных дорожных структур. Именно в адрес дорожников было больше всего замечаний. Где-то столб требует покраски, где-то необходимо заменить разбитую часть шумозащитного экрана. Не везде покошена трава, а некоторые автобусные остановки требуют тщательной влажной уборки. Вопросы будут к нам, мы принимающая сторона, поэтому никто не спросит. Муниципальная, краевая, люди видят одно, они видят Сочи. Сочи это кто? Это власть, это мы. Все вопросы будут к нам и к губернатору, как мы подготовились к приему больших гостей. Обратил внимание глава города и на состояние некоторых частных домов. Многие дворы захламлены, есть заборы, требующие ремонта. Алексей Капайгородский потребовал привести все в порядок. Впереди имиджевое для страны мероприятие. В Сочи приедут более 45 глав государств, которых будут сопровождать руководители крупных компаний. Помимо деловой части, для участников форума «Россия-Африка» запланирована большая культурная и экскурсионная программа. А завершающей точкой объезда стали главные железнодорожные ворота курорта. Там прошло совещание с участием представителей РЖД. Алексею Капайгородскому поступило много жалоб на отсутствие у вокзала парковки. Исправить ситуацию можно было бы, убрав досмотровые павильоны. Я попрошу рабочую группу на постоянной основе создать и каждый день двигаться шаг за шагом к решению, чтобы мы эту дематику сделали. Это очень нужно для города, потому что город должен дышать транспортная логистика, загрузка, ну и сам факт. РЖД вокзал и без привокзальной площади. Такого никогда не имеют. В рабочую группу войдут представители РЖД и городского управления автомобильных дорог. Как заявил мэр, ситуация на площади перед ЖД вокзалом Сочи должна измениться уже в следующем году.